доброе утро день или вечер надеюсь у вас все хорошо у нас сегодня 17 декабря мы на финишный прямой нашего адвент марафона и давайте же приступать свеча вчерашняя картоновая у нас уже зажимая нашла не нашла принесла подсвечник тоже поэтому давайте сначала пожелчим про парфюм вчерашнего дня у меня от не собранности оказалось два парфюма но рассказать я вам могу только про один и вы сейчас поймете почему потому что параллельный и зато совершенно невозможен поэтому давайте говорить о космик клауд от louis vuitton вообще в 2023 году в уходящем году мне показалось в начале года по итогам за теста нескольких ароматов что линейка louis vuitton со всеми их новинками это вот прям мое-мое и все мне там надо но я говорю об основной линейке не той в которую входит вкусный клауд и в общем со временем как-то оказалось что нет то есть это такое знаете очарование слышь разочарование вот почему внимательное разнашивание сэмплов лучше трэвелов особенно нужно в том что касается достаточно дорогих ароматов хотя еще раз на фоне всеобщего подражания вы витон уже в общем то они тоже уже подняли цены в этом году но тем не менее у них есть travel refill и их можно купить за обменяемые деньги но в общем слой витоном я ознакомилась очень плотно и вот у них есть вот эта линейка называется почему-то я вчера сказала что у них стеклянные скульптуры на самом деле эти крышки по-моему металлические из всех ароматов это линейки космиклауд единственный который мне прям сильно понравился и о нем сейчас и пойдет речь парфюм на любителя парфюм на любителям мускусных ароматов парфюм на любителя именно такого вида мускусов уникальный ли этот парфюм на мой взгляд нет классный ли он для меня лично да если бы еще раз всегда как всегда рефреном это будет если бы были маленькие объемы travel а или даже в данном случае это было бы например сплэш миниатюра я бы уже бежала волосы назад тапочки вперед но их нету поэтому удовольствуемся фирменными пробниками народ немножечко потерял связь с реальностью и начинает уже продавать эти бесплатные фирменные пробники по цене люксовых 30 миллилитров флаконов это мы не поощряем но тем не менее мы найдем найдем свои способы о чем парфюм он очень простой там два блока первый блок фруктовый второй блок мускусный мускус как мы все знаем садится на каждого по-своему это мускус косметическо-беливо-порошковый при этом сладковатый уникальный ли он первый раз я такой встретила нет сейчас я к сожалению буду не очень информативно но был у меня замечательный шанс тестировать аромат от видиан по моему это называется и сейчас я уже не вспомню какой номер аромат от видиан тоже отличаются хубавы сообразительностью дороговизны своей поэтому хотя мне тогда этот мускусный аромат понравился я даже не рассматривала покупки потому что какие-то неадекватные ценники на мой взгляд и вот этот видиан когда найду или кто-то если из вас знаком с этими ароматами вы поймете чем я по-моему видиан 2 римскими цифрами вот сейчас сейчас подсознание выталкивает какую-то информацию из недр памяти интенсивный чистый сладковатый свежий порошковый мускус на меня такое садится хорошо мне такое нравится и второй блок в этом аромате это фруктовый блок и он тоже не уникальный потому что когда первый раз ощутил этот аромат и я сразу моя память опять же начала бегать 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 по закалкам моего мозга и мы вытащили вот этот фруктовый блок из аромата от мюглер и нас как-то раньше был анджел энджел и насен потом просто стал и насен и там это блок на самом деле черно-смородиновый но мне кажется для меня он по крайней мере уникальный тем что он будучи черно-смородиновым звучит на мне тропическими фруктами вызывает у меня ассоциацию с тропическими фруктами здесь нужно опять же особенно в случае с такими дорогими ароматами не за какие коврижки вообще не покупать их никогда и ни за что вслепую потому что и тем не менее несмотря на то что я воспринимаю этот блок тропическим топически фруктовым кто-то чит рецепторы вполне четко выдели там черную смородину а как мы знаем черная смородина может сыграть катописичную шутку с вами поэтому как бы как бы в общем к слепому к слепому если если вы выиграли в лотерею 100000 миллион миллионов все равно не перейти его на радостях сходите протестируйте купите пробник или что-то в этом роде потому что в общем аромат простой состоит из двух блоков фруктового и мускусного это все все зависит от вот вашей индивидуальной предрасположенности к каждому из этих блоков для меня классно садятся и тот и другой аромат офигенно интенсивный он громкий он яркий он останется у вас на куртках сумках шарфах мужьях детях и вообще машинах и всем остальным никаких даже при моей страсти но не страсти а попыт попыт попытках стать многопшичницей не да не дай бог он просто вам просверлить мозг он будет вам нравится но будет воспитать своей интенсивностью два пшика два пшика вы заполните собою в общем пока отдыхали помещение все все на свете класс в этом смысле классные свойства что его надо совсем немного хватит надолго скорее всего вы от него если я думаю что у меня тут только парфюмоньяки с большим количеством флаконов поэтому что хочу сказать и наверное есть люди которые выберут его своим ароматом подписью тогда им вообще может это раз в неделю надо обновлять и все пропахнет и очень экономично на самом деле выйдет не так уж дорого платить я не знаю сколько там 500 400 не буду брать много денег за флакон я им у меня очень нравится он классный наверное из всего что я перебрала уютон по итогу два аромата оказались скажем так подтвердили свой статус понравившийся мне эти какой-то оскар гоуз в общем мой парфюмерный оскар уходит только двум ароматом из всей линейки louis vuitton это вот этот cosmic cloud и сняты конечно же зачем же оставлять хорошие ароматы контур муа из основной линейки поэтому если вы у вас совпадает со мной восприятие чисто мускусных ароматов не чисто мускусных понимаете мускусов чистоты потому что здесь здесь нету молекулярности это вот в другую сторону никакой никакой эрбопуровости никакого вот этого вот ничего такого нет это другой другой кластер вот этих мускусов скорее чистых слегка таких на мой взгляд шершавенько кремовых одновременно попробовать стоит но я понимаю объективно что аромат собран очень просто здесь такое противоречие не знаю чего ожидаешься от ароматы за уже совсем очень большие деньги ну наверное какой-то гипер сложности гипер игру части многофасетности вот чтобы и переливался он из фиолетового в лазурный но здесь такого нет аромат на мой взгляд простой аромат классный аромат попсовый хорошем смысле яркий стойкий громкий веселый очень довольна если вы с ним знакомы и пишите ваше впечатление как он сел на вас и я думаю что очень интересный вариант когда я только собирала себе подборку пробников все заказывал пробники у спекулянтов лавиутоновских и по нотам выбирала какие ароматы я хочу протестировать какие то есть например там есть туберозный аромат я сразу не брала потому что это не моя история и когда я смотрел отзывы на космиклауд не знаю что давно не проверяла значим было интересно что вот в этой строке аромат похож на там чё-то творится вообще то есть я такая думаю то есть вообще до строка достаточно полезно на программите хотя конечно люди все по-разному воспринимают не очень часто я смотрю думаю да 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 как первые как правило первые три ароматов похожих они как бы имеют смысл здесь какая-то так такой какой-то разнобой был вплоть до бакары с которым не имеет вообще ничего общего мне кажется как-то хулиганы там хулиганили вот поэтому мне кажется что из-за того что он по большей части мускусный он воспринимается людьми каждым человеком по-своему ну в общем видео 2 если вам нравится то вам понравится и космиклауд все рассказала очень долго о нем рассказывал наверно тому что у меня по правде цепляет и мне даже где-то раздражает что мне нравится потому что простой понятный такой неоправданно дорогой ну в общем буду уверена что когда я закончу этот пробник а этот пробник я закончу не скоро потому что еще раз говорю вам говорю абсолютно честно всем два пшика если вы гипермногопшичник если вы обычно делаете знаете эти тик токовские видео где люди делают газовую атаку на себя если вы делаете вот так вот 82 пшика обычным ароматом этим хватит 3 а если вы обычным ароматом делаете 5 пшиков то этого хватит один-два все заканчиваю про космиклауд классные веселые замечательные давайте распаковывать и и и и наверное наверное если бы я когда 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 я же может попросили 5 миллионов кондиционно конвертируемой валюты я бы скажу вам признаюсь я бы пошла ногами в лувитон и купила бы этот аромат ну как-нибудь так чтобы они там красиво мне его продали хотя знать у нас в этих лувитон их такие очереди ашу что со своим этим парфюмом дешманским за 500 евро никто у вас никто вам в разные места тут не будет эта реальность центрального лондона потому что туда очень много по-настоящему богатых людей приезжают тратить очень большие деньги так давайте смотреть а что самое интересное когда мы покупали при свидетелях когда я покупала в физическом конре лувитон свой кто у меня не вспомню сейчас название они еще же мне один любимый аромат лат луи вьеттоне из которой у меня есть целом спокойно но общем когда мы покупали аромат полноценный никто никаких пробников нам нам дали очень мало пробников видимо что мы их не продавали на ebay за чтобы они сами продавали на ebay за 30 фунтов за 2 миллилитра и причем это ирония ирония судьбы и с легким паром состояла в том что пробники нам дали того же ровно аромата который я собственно и купила ну короче короче сервис был никакой удовольствия от покупки в фирменные точки продаж не было с таким же успехом можно было заказать по интернету и может быть даже больше пробников положили не знаю так все что то я сегодня разговорилась номер 17 у нас сегодня все вижу опять маленькая свеча опять же а это я знаю по цвету знаю я милого знаю по походке это у нас будет крисмас куки да что ж такое крисмас куки и там на нем останется весь остатки да это крисмас куки и ванильники пахнет ваниль ванилькой глазурькой замечательный тогда у нас у меня закончится катончик я его зажгу что нам здесь рассказывают christmas classic becomes a new tradition with three matching personal touches нет какие-то уже пошли не тоже из пальцев высасывать что если вы добавите к классическим каким-то ритуалом ваш персональный . как это называется по-русски в общем измените под себя то это станет новой традицией ну хорошо это такое земля круглая а вода мокрая хорошо ну я понимаю их надо издать сборник для календарщиков каких-нибудь цитат рождественских цитат давайте смотреть он уже полюшка моя развалюшка от максон спенсер номер 17 я предподозревала что так и будет это очередной маленький продукт от филипп кинсли это уже у нас кондиционер по вчерашнему шампуне вот если честно в такие как такую коробку может положить было оба на один день и шампунь и кондиционер что есть есть будем будем педитивничать и решим что наличие таких продуктов будет означать что будет много замечательных коротких и длинных поездок в этом году потому что конечно ездить и путешествовать и и и навещать своих людей это счастье огромное и не свобода и богатство настоящее это свобода перемещения мы уже все в той или иной степени по разным причинам испытали это на своей шкуре так давайте смотреть что у нас что совсем людинка и тут мне говорится на всех языках мира что это ретинол skin renewing daily microdose serum так еще одна ретиноловая сыворотка может быть про эту я слышала хорошие отзывы я не уверена но здесь ее ведь побольше у нас была с вами в совсем маленьком пробнички в саше overnight это тоже вы до пресса из daily strength траляля 3 рубля и и тяну и пептиды и керамиды что-то в общем очень сильное и эффективное судя по описанию но попробуем надо мне освежить свои где я читала про какой именно продукт от кельс я читала очень позитивные отзывы сейчас самое время ретинольничать пока пока пасмурно пока солнышко на нас не светит а то нужно больше покалечиться им чем пролечиться так пропортом где у нас 17 номер вот так пошла декоративочка декоративочка пошла от наташи динона сейчас я вам покажу раскрою вот такое дом это я так понимаю бронзер и файлайтер и файлайтер добром and glow давайте посмотрим что за оттенок у нас у бронзера не слишком ли он рыженький можно ли его использовать практически как румяна или нет так вот такая история вам немножечко тогда фокусируйся не хочет фокусировать сейчас вот вот он такой в принципе принципе мне кажется удачные цвета честно вам скажу у меня с моей небольшой краснотой на или большой не розовый потон кожи и вот такой цвет я могу использовать как румяна что очень даже замечательно а наташин хайлайтер я использую как базу под тени поэтому я очень довольна этим продуктом и буду пользоваться прямо сейчас я весь год пользовалась прошлогодней двоечкой в которой хайлайтер и румяна если честно румяна для меня там слишком розовый поэтому я допользуюсь хайлайтером румяна не знаю ребенку адам а этим стану пользоваться прямо сейчас я довольно очень даже вот всю картоночку выкидываю и начну прямо бронзироваться прямо сейчас сейчас ближайшее время начнем бронзироваться как я удачника зашла так о это что такое так здесь у нас вот такие вот заколочки на самом деле они они покажу вам такие клипс очки вот такие это мне нужно это мне подходит я надеюсь они держат мне кажется достаточно стильный дизайн взросленький такой подойдет и старой младу попробуем попробую с удовольствием это удачно мы зашли и к ним а чтобы значит чтобы было не скучно здесь это масло для волос с розмарином розмариновое умасливание это один из файповых сейчас я посмотрю они что говорят стройки не ночью маска люди да а значит розмариновая история это пожалуй самый такой расхайпованный тренд волосяной по крайней мере в великобритании значит для предотвращения упадения и стимуляции роста волос нам предлагалось весь год всем тик током всем инстаграмом втирать в кожу головы какую-то розмариновую воду и розмариновые масла и якобы если делать это регулярно то вообще вот вы заколоситесь как пшеничное поле вот шанс есть попробовать посмотреть повторять и решить для себя я таким продуктом пользуюсь надеюсь что чему-то они там способствует очень довольны что мне его положили и все у нас с вами они остались еда и духи и пища пища телесная и пища духовная каламбур у нас получился так себе каламбур так смотрим 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 что у нас в семнадцатом номере нашей программы так а здесь у нас уже испытываем но маршмаллоу с секретом вы знаете как это сказать что вам если поймала на том что это вроде поскольку они не очень сладкие и у них действительно очень как у любой как любой это зефирки очень классная текстура что мне с одной стороны не нравится что они одеколоном ароматизированы ну знаете то что то из разряда стыдно но так весело поэтому я их все-таки с чаем употреблю и даже получу удовольствие алекс очень хорошо освежать дыхание вас потом пахнет розами буквально ваше дыхание что не худший совершенно вариант так что их можно употреблять вот например перед поцелуями вот вы идете на свидание маршмаловку ням ням и все и можно целоваться и ваш партнер будет думать что вы буквально эльф буквально эльф все на этом у нас а какой все почему все совсем даже не все все не видите я вели речи вам настроение что в принципе неплохо для нашего формата отдохнула выспалась так и у нас аромат который называется не свеку сердце после даже показывать не буду от бренда от бренда помните я вам показывал в прошлом году я заказывала discovery сайт от бренда гаван парфамс это американский американский нишевый бренд там у них у нас еще будут от них здесь ароматы там у них много достаточно гурманских я их все перепробовал когда они пришли они были достаточно такие интенсивные и как-то я не то что их забоялась но в общем я их разобрала по категориям на моё и точно не моё точнее как точно не моё и возможно моё и вот здесь у нас аромат от этого бренда у них там есть еще какая-то под линейка это все никому не интересно интересно то что аромат называется пахлава пахлава медовая с орешками поэтому я его поношу пахлава там знаете она непростая вот эта пахлава она такая вот это концентрат пахлавы но в целом тематика моя пахлава медовая с орешками я люблю поэтому завтра вам расскажу как оно я раз большому предвкушение мне кажется она идеально этот аромат подходит под сезон то есть самое то носить гурманские кондитерские сладкие медовые ароматы все завтра вам расскажу тамятся у меня пара красивущих флаконов вам показать но по времени я вижу что сегодня я превзошла на самую себя и поэтому поэтому как всегда наш пионовый тост за у нас я теряюсь в датах но у нас следующей неделе прямо-таки финальная неделя перед рождеством и я вы не поверьте но я каждый день эти недели буду работать это конечно уже полнейшая профанация если честно потому что половина народу все они уже закончили на этой неделе ну будем имитировать расслаблено имитировать бурную деятельность вот не знаю приближаетесь ли вы к уже к каникулам но в любом случае я желаю нам всем такого сбалансированного состояния в наступающей неделе давайте сегодня дочистим дочистим перышки отдыхаем до организуем на запаковываем и уже будем будем с удовольствием имитировать бурную трудовую деятельность уже в предвкушении уже в предвкушении окончании трудовой деятельности ладно не окончания паузы паузы поэтому давайте за баланс за хорошую установку приоритетов а мы увидимся с вами завтра пока пока